АТАВАИХСАН ПРЕДСТАВЛЯЕТ Монах Исалама С приходом пророка каждый новый день в Медине отличался от предыдущего тем, что проходил красиво и увлекательно. Мусульмане радовались этому. Радостью своей жизни в Медине они хотели поделиться с каждым. Благодаря стойкой вере в пророка, они упорно трудились каждый день. Как-то молодые люди Ясрева завели разговор с неким монахом. Юноша по имени Салама обратился к нему. Несколько лет тому назад вы вели перед нашим домом беседы. Я тогда многое узнал из ваших слов. Монах и другие присутствующие внимательно слушали Саламу, а тот продолжал. Люди с восхищением слушали вас. Вы говорили тогда о пророке и указали на Мекку, поясняя, что пророк придет именно оттуда. Вы говорили также, что пророк явится в Ясреб и подтвердит ваши слова. «Уважаемый монах, разве не вы так говорили?» «Да, это был я», — ответил монах. «Вы также говорили о том, что мы, молодые, поверим в этого пророка, будем повиноваться его велением, не так ли?» — спросил Салама. «Да, я это говорил», — заметил монах. «Пророк явился из Мекки, и он находится среди нас. Так почему вы не верите в него?» «Ну ты сказал», — воскликнул монах. «Он же ваш человек. Он не тот, кого мы ждали». «Какой глупый довод! Монах, который годы назад твердил о явлении пророка, сегодня отрекается от него по той причине, что он не из их народа. Юноша Салама рассердился столь явному двуличию монаха. Он прямо покраснел от злости, но самообладание Саламы взяло вверх. И он вместе со своими спутниками отпустил упрямого монаха, который сознательно отвергал пророка, о пришествии которого так убедительно говорил всего несколько лет тому назад. Медина переживала самые лучшие дни. Пророк облагодетельствовал этот город своей любовью, добротой и красотой. Мусульмане были с ним неразлучны. Они стремились видеть его, беседовать с ним, слушать его. Множество мусульман направлялись к нему, несли ему подарки, преподношения, приглашения. Ум Салайм была бедной женщиной, чей муж некоторое время назад умер. Она взяла ребенка и явилась к пророку. Сердце ребенка пылало верой и любовью к пророку. Казалось, что сердце это вот-вот обретет крылья и взлетит ввысь. «О посланник Аллаха!» обратилась Ум Салайм к пророку. «Мединцы делают тебе приношения, приносят тебе прекрасные дары. Я же женщина бедная, и нет у меня ничего, что я могла бы дать тебе в подарок. Это дитё – мой сын. Его зовут Анос. Он очень умный ребенок. И я хочу подарить его тебе». Пророк был растроган искренностью этой женщины. В глазах ребенка читалась готовность во всем и всегда служить пророку. Казалось, Анос взглядом говорит пророку, «Ой, если бы пророк дал свое согласие на то, чтобы я всегда был рядом с ним! Если я буду неразлучен с ним, то буду самым счастливым ребенком на всем белом свете!» Анос и его мать волновались в ожидании ответа пророка. Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, был пророком любви и милосердия. Он принимал всех, кто желал оставаться рядом с ним. И как он мог отказать в этом ребенку? Мать и сын, услышав, что пророк согласен принять Аноса, обрадовались. Расти рядом с пророком, слушать каждое его слово, видеть каждый его поступок – это ли не прекраснейшая возможность? Быть рядом с пророком, отцом и человеком было вершиной блаженства для мальчика. Умсулайм же, оставив самое дорогое существо у пророка, спокойно покинула его дом. Разумеется, Анос мог посещать мать, видеть ее, когда пожелая. И хотя он был волен выбирать, где ему жить, он ни минуты не колебался в своем желании постоянно быть рядом с пророком. Любимый ребенок Анос нашел свое пристанище у дома пророка в Суффе. Утром он вставал раньше всех и мчался услужить пророку. Каждый день он совершал молитву, стоя позади него. Родной отец Аноса скончался несколько лет тому назад. Безотцовщина мучила ребенка, он всюду ходил с поникшей головой. Но вот появился человек, который полюбил его как родного сына, и Анос забыл всю прежнюю горечь. Мальчик был счастлив находиться рядом с пророком. Пророк хотел, чтобы Анос был воспитанным, тактичным, примерным человеком. Каждый день он давал мальчику назидание. «Сын мой, здороваться надо с каждым встречным мусульманином, не делая между ними различия. Если поступишь так, то по возвращении домой все твои грехи простятся. Вступив в свой дом, поздоровайся с домашними. Это принесет тебе и домочадцам благословение». Пророк очень любил Аноса и часто шутил с ним. Анос всегда очень внимательно слушал пророка, за что пророк прозвал его «обладателем ушей». Анос от души смеялся в шутке пророка, вдохновлялся ею и продолжал слушать с еще большим вниманием. Порой Аносу хотелось подольше посидеть на коленях пророка, вдыхать исходящее от него благоухание. Ощущая счастье, Анос продолжал слушать наставления пророка. «Сын мой, ни на кого не держи зла, и если сможешь жить без всяких злых мыслей, то жизнь твоя будет достойной, и будешь ты следовать моей сунне. Кто будет следовать моей сунне, тот, считай, любит меня. А кто любит меня, тот будет наравне со мной в раю. Сунной называют образ жизни пророка. Анос, услышав эти слова пророка, решил про себя, что во всех своих поступках будет подражать пророку. Пророк учил Аноса тому, как нужно пить воду. «Чтобы лучше утолить жажду, следует выпить воду в три глотка», говорил он. Анос через всю свою жизнь пронесет то, что слышал от пророка, и будет в этом очень последователен. Он и теперь уже начинал понимать, что каждый день, проведенный рядом с пророком, дарит ему возможность окунуться в огромную сокровищницу. Временами пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, брал с собой Аноса в степь. Гуляя по степи, он пояснял ему удивительные вещи. Анос старался запомнить каждое слово пророка. Пророк желал Аносу прожить добрую, полезную жизнь. «Сыночек мой», — говорил он, — «совершай предмолитвенные омовения верным образом, чтобы жизнь твоя была долгой, чтобы ангелы-хранители поистине любили и хранили тебя. Почаще мойся с ног до головы, держи тело свое в чистоте, промывай волосы до корней». Когда купаешься, все ошибки и согрешения уходят вместе с грязной водой. «Сын мой», — продолжал наставлять ребенка пророк, «стремись почаще совершать омовение, ибо если мусульманин сразу после омовения отойдет в мир иной, то этим он заработает благословение мучеников веры». «Совершай молитвы по возможности долгой, и если будешь делать это так, то ангелы будут молиться за тебя». Анос всегда восхищался тем, как совершает молитвы пророк. Он очень хотел молиться так же. Пророк читал это желание в глазах мальчика и говорил ему, «Дорогой Анос, склонившись в молитве в поясном поклоне, положи ладони на колени. Пальцы не должны касаться друг друга. Локти не надо прижимать к бокам. Когда выпрямишься, дождись, пока твое тело достигнет состояния покоя». При земном поклоне прижимай лоб свой и ладони к земле, достигни покоя и не спеши подняться. При земном поклоне локти не должны касаться земли. Во время молитвы не надо смотреть по сторонам. Анос с удовольствием слушал пророка. Он так хотел, чтобы это удовольствие было долгим. Он мечтал многому научиться у пророка. «Дорогой Анос», продолжал пророк, «уважай старших, люби младших. Читай Коран. Он охраняет нас от недобрых деяний, хранит нас от чрезмерности в действиях». «Сын мой», говорил пророк, «не питай злых чувств, кому бы то ни было, и старайся оставаться таковым. Если же тебе это удастся, то тебе будет легко в день страшного суда». Анос дал пророку обет в том, что будет постоянно помнить его слова, будет жить и трудиться, как пророк. Судьбой было суждено Аносу обрести удивительное счастье. Анос играл с друзьями на улицах Ясриба. Звучал детский смех. К детям подошел пророк, посмотрел на них, улыбнулся, поздоровался. Потом позвал Аноса и попросил его куда-то пойти. Игра была в разгаре, и после ухода пророка, снова увлекшись игрой, Анос попросту забыл о задании пророка. Спустя некоторое время пророк вновь пришел к детям и спросил Аноса, «Мальчик мой, ты не забыл о моем задании?» «Сейчас пойду», ответил Анос. Он вышел из игры и побежал по заданию пророка. Пророк ждал Аноса. Когда мальчик вернулся, настал уже вечер. По возвращении сына домой мать спросила у него, «Милый, а куда тебя посылал пророк?» «Это тайна между мной и пророком», ответил Анос. «Я никогда ее не выдам». Матери понравились слова сына. «Молодец, сынок! Тайны пророка должны оставаться в тебе». Хранить тайну – очень ценное качество. Человек, умеющий хранить тайну, может считаться надежным. Анос знал об этом и хранил тайну пророка до самой своей смерти. Продолжение следует. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok